Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре седан Kia Cerato. На видео переднеприводный автомобиль с двигателем 2 литра и автоматической коробкой передач. Комплектация GT Line. Цвет автомобиля белый не металлик. Диски литые 17-дюймовые с шинами размерностью 225 на 45. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник, а камера заднего вида находится над задним номером. На крышке багажника установлен спойлер черного цвета. Антенна акулий плавник расположена в задней части крыши. Рейлинги отсутствуют. Боковые зеркала окрашены в черный глянцевый цвет, а ручки дверей в цвет кузова. Ключ-карта с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Обивка сидений комбинированная из ткани и кожи. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов с белой подсветкой. Левый подрулевый переключатель отвечает за управление светительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габариты и ближний свет. Противотуманные фары включаются дополнительным переключателем. Левый указатель поворота, затем правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние протитуманки галогенные. По периметру переднего бампера расположен парктроник. Клиренс автомобиля составляет 150 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя протитуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Рядом находится кнопка системы складывания боковых зеркал. Затем идет блок электрических регулировок боковых зеркал. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Водительский стеклоподъемник с функцией акта. Слева от руля расположена регулировка корректора фар и регулировка яркости приборной панели. В кадре меняется яркость от минимального до максимального значения. Кнопка системы мониторинга слепых зон. Кнопка, которая отвечает за отключение системы стабилизации курсовой устойчивости. В кадре индикация отключения этой системы на панели приборов. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Кнопки справа на руле управляют бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера цветной. Бортовой компьютер может показать информацию о давлении в шинах, расходе топлива, пробеге и запасе хода. Дополнительно на дисплей бортового компьютера можно дублировать спидометр. Также кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем и лимитатором скорости. Индикация круиза на панели приборов. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. Помимо радио поддерживаются форматы USB, AUX, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto и сервисы Яндекса. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. В составе акустической системы 6 динамиков. В автомобиле по умолчанию установлен Яндекс.Навигатор. Карты подгружаются при подключении телефона к мультимедийной системе. Кнопки слева на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует обе зоны по температуре. Кнопка электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «АЦ» отвечает за включение кондиционера. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Освещение на потолке с обычными лампами. Рядом находится очечник и кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположена USB-розетка. Крышка подлокотника регулируется по вылету. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. В нише перед рычагом коробки передач расположены входы USB и AUX для мультимедиа и розетки. Рядом расположена консоль для беспроводной зарядки телефона. Бардачок без подсветки, отделан пластиком. Кнопки подогрева передних сидений, водительского и пассажирского. Подогрев трехрежимный. Кнопка электробогрева руля. Кнопка включения парктроников. Кнопка выбора режима движения автомобиля. Предусмотрены три режима. Комфорт, эко и смарт. Индикация режима на панели приборов и на центральном дисплее сверху. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Менять передачи можно также с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Индикация парктроников дублируется на панели приборов. Немного погазуем. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. Карман для вещей предусмотрен только в спинке пассажирского сиденья. Для задних пассажиров предусмотрены свои дефлекторы системы вентиляции. Сиденье второго ряда с подогревом. Подогрев двухрежимный. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 502 литра. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения задних сидений необходимо потянуть за рычаги в багажнике. Сиденье второго ряда складывается в соотношении 60 на 40. При сложении сиденья образуется ступенька. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Ключок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Производитель допускает использование 92-го бензина. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью данного рычага. На данном автомобиле дополнительно установлены два пневмоупора. В заводском варианте капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2 литра с отдачей 150 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Kia Cerato в комплектации GT Line с мотором 2 литра, с передним приводом и автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 1 464 900 рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...